Внутри здания под куполом белые воротнички, снаружи белые халаты. Несколько тысяч медиков, врачей, медсестер и фельдшеров митинговали против медицинской реформы. Приехали со всех областей Украины. Почему те, кто спасает жизни, требовали спасти их, знает Ольга Теребинская. 8.30 утра на главной площади столицы уже не протолкнуться. Перекрыт весь правительственный квартал. Все в оцеплении правоохранителей. Возле рады металлоискатели и заградительные решетки. Сегодня несколько тысяч врачей, медсестер, фельдшеров из разных регионов Украины собрались на предупредительную акцию протеста в Киеве. Вышли сказать свое «нет» новой медреформе. Попытки решить проблему по-другому не увенчались успехом. Ни в профильном министерстве, ни в Кабмине. Их требования не слышат. Мы в березне месяце направили до Министерства охраны здоровья, Кабминета Министров Украины, те самые вимоги, с которыми мы выходим сегодня. И попередили. Если мы не будем почутить, мы выйдем на улицу. Почему мы вышли и так долго ждали? Мы все-таки сподевались, что нас почуют. Медики также требуют погасить 100-миллионную задолженность по зарплате, выплачивать надбавку за престижность труда, а также немедленно ликвидировать уравниловку. Кроме того, врачи требовали назначить наконец-то министра здравоохранения, а нынешнюю руководительницу Ульяну Супрун, которая уже больше года в статусе исполняющего обязанности, отправить в отставку. Наши вимоги, отставка Супрун, у нас хорошая база лекарей, фельдшерей. Если их хотят извольнить, будь ласка, то люди загинут. Чтобы у нас был достойный министр, который бы знал, что не менялся каждый месяц, каждый полгода. Мы против такой реформы, которая не вредна народу, а не на користь. Наша профессия видна помоги! Как цель медиков присоединились и народные депутаты. Как представитель Проспілок у Верховной Рады Украины, я всегда защищал и буду защищать первые Проспілки, а еще и слабших. Это лекарь, это вчители, это работники и это селяни, которые сегодня потребуют действительно защиту. Те реформы, которые сегодня предлагают, в частности медицинские, ничего другого, как коррумпирование и грабеж у системы охороны здоровья, уничтожения системы охороны здоровья не имеют. А то, что пытаются пропхнуть сегодня в порядке дня эту псевдореформу геноциду украинского народа, и это очень хорошо, что вышли медики, нехай почувствуют народные депутаты, за что они собираются голосовать, за то, чтобы эти люди были избавлены работы. Говорили о митингующих и в парламенте. Встретился с представителями профсоюзов медиков министр соцполитики Павел Розенко. Как сообщила пресс-служба вице-премьера на его странице в Фейсбуке, все решения для погашения задолженности будут приняты правительством в ближайшие дни. Деньги обещают выплатить до конца года. Что касается Минздрава, на сайте ведомства появилось сообщение, правительство решит проблему с задержками зарплат. Но сама же вечно и о Супрун поговорить с демонстрантами не вышло. Ольга Теребинская, Алексей Шматов. Подробности в телеканал Интер. Ольга Теребинская, Алексей Шматов.